Многие думают, что перец Винни-Пух из-за того, что он карликовый, у него карликовый куст, строение куста. И из-за этого думают многие, что у него очень маленькие карликовые стручки. Сейчас я буду реабилитировать перец Винни-Пух и покажу вам, какими огромными толстыми мясистыми могут быть стручки вот у этого карликового перца. Здравствуйте, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня главный герой фильма нашего вот этого короткого, это перец Винни-Пух. Я вам показывала летом, как он растет, у него коротенький, прям маленький такой стволик. Вот я читала, что скороспелый сорт, период такой-то, растение компактное, штамбовое, высотой 25-30 см, букетным расположением плодов. То есть, это тот перец, который не требует формирования куста. Оно даже запрещено, потому что, если вы прищепнете верхушку, то не будет у вас половины урожая. Пладоконусовидной формы, гладкие, сочные, ароматные, 70 грамм, в биологической спелости, темно-красные. Сорт устойчив, универсальное назначение. Вот здесь указано 70 грамм, но смотрите, какие в этом году у меня выросли Винни-Пухи. Я вот этот сейчас свешила, специально принесла весы, вместо 70 он вырос в 157 грамм, и это он не единственный. Вот еще плюс, 275 грамм 2, это уже по 130-140 грамм каждый. Ну, естественно, что на кустике есть и большие, и маленькие, следующие есть вот такие. И в самом конце будут, конечно, сейчас покажу, какие, где они. И в самом конце сезона, конечно, будут и вот такие. Вот сегодня 14 сентября, я по-прежнему собираю перец. Вот сейчас я вытряхиваю семена из всех спелых перцев. И хочу сказать, что Винни-Пух хорош для кого будет? Для тех, у кого холодное короткое лето, вот как у нас сибирский регион, у нас сентябрь, уже конец сезона. Но этот перец, он вызревает в открытом грунте. Вот видите, какие красивые, яркие такие плоды поспели у Винни-Пуха. Это вот с открытого грунта. И еще один плюс, несмотря на то, что он карликовый, у него нормальная толщина стенки, перчина мясистая. Смотрите, я специально разрезала несколько вам перцев. Они не тонкостенные. Вот это вот запас мяса очень хороший, вот эта стеночка толстенькая. И сами перчины очень хорошей формы. Можно фаршировать, можно использовать... Вот этот ярко-красный цвет позволит сделать красивое яркое лечо во все заготовки. Можно даже кто-то и сушит, если у кого есть приспособление для сушки. Я пробовала просто самоходом посушить. Ну, не высыхает он почему-то у меня, прокисает. Не знаю, нужно специально или в духовке сушить, или где-то. Но сушить мне некогда. Но я из него буду готовить лечо. Красивое, красное, ароматное. Буду готовить всякие... Пойдет у меня сейчас он и в салаты, и в закуски для зимы. Вот этот сорт Винни-Пух. Еще раз повторю, несмотря на то, что он карликовый сорт, с 25-сантиметровым кустиком, это вообще минимальный, самый-самый маленький перец. Он дает очень хороший урожай. Очень такие достойные перчины. Вот у меня даже в руку не входит. И на нем очень много их, ни две, ни три. Я вот сейчас снимаю, есть и 6, и 7, и 8 перцев вот на одном кустике. Но это, конечно, зависит, наверное, от погодных условий. Но все-таки не забывайте, что я живу в сибирском регионе, Алтайский край. У нас вот сейчас уже последнюю неделю 3 градуса было ночью, 8 градусов днем. Стоит вот такая холодная погода. Винни-Пух все еще растет на улице без укрытия. Плоды поспевают все еще. И немаловажно, что они вызревают до такой степени, что можно брать с них семена. Это не гибрид, это сорт. Вот, посадив один раз и вырастив свою перчину полноценную, вот такую спелую, вы можете собирать семена в дальнейшем всю оставшуюся жизнь. Можете садить его каждый год. Не нужно будет покупать, потому что он то бывает в магазине, то не бывает. У нас такой город провинциальный, что у нас ассортимент вообще не очень хороший. Почти все импортный. Гибриды дорогие, в красочных пакетиках. Очень удобно. Я уже давно перешла на сорта. Именно выращиваю те перцы и томаты, с которых можно собрать семена. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это карликовый сорт Винни-Пух с огромными мясистыми плодами.